7 ноября в микрорайоне Завёксы состоялась встреча представителей администрации с жителями домов по улице Чкалова. Причиной незапланированной встречи стали вопросы паводка ввиду долгих и продолжительных дождей. Поступила заявка с ЕДДС, что улицу Чкалова подтопило несколько домов. Незамедлительно выехал я сюда. Прошли с жителями конкретно всю улицу, посмотрели затопление и примерно стали определять, где проблема. То есть вот сходили сюда на молодежную, на Речку-Гремячку и увидели эту проблему, что через дорогу труба не справляется со сбросом воды. Ну и соответственно главе было доложено, решение было принято сразу поставить здесь насос, где-то в районе 3 часов дня поставили насос, который до сих пор работает и всю ночь работал перекачкой. В данный момент сейчас мы осуществили проверку сегодня, вода ушла сантиметров где-то на 15 и опустилась. Но будете продолжать? Да, будем продолжать. Сейчас буквально 10 минут назад разговаривали с жителями, провели осмотры сточных труб, канав. То есть вода из домов уходит. Еще присутствует в подвалах вода, но до 15-20 сантиметров уже ушла. Рабочая поездка продолжилась в микрорайоне за рекой Костромой, жители которого также обратились в единую дежурную диспетчерскую службу в связи с подтоплением частного сектора. На данный момент принимаются меры по откачке воды и прочистке водоотводных каналов. На данный момент мы находимся на улице Дзержинского. То есть обращение у нас было при встрече, когда собирались в пятой школе. То есть была озвучена проблема по прочистке этой канавы. То есть сейчас мы нашли технику, то есть с подрядчиком договорились. То есть сейчас на данный момент, то есть в сторону улицы Вологодской мы эту канаву прочистим. То есть и у нас останется задача еще прочистить вот эту водопропускную трубу через эту дамбу. То есть силами дорожник мы эту проблему решим. Также у нас была проблема вчера жителей, была заявка на ЭДДС, что затопило участок микрорайона за рекой Костромой. Это в районе железнодорожного переезда. То есть вчера силы были туда, ну как говорится, дислоцированы. То есть при подъезде выяснилось, что канава существует, то есть водопропускная труба. Но на месте, где выход воды, то есть, ну соответственно, была заужена. То есть было разобрано железобетонные лотки, то есть которые были поставлены, то есть, ну таким не лотки, а блоки, то есть расширили. Ну на данный момент, ну как сегодня выяснилось, то есть вода на метр ушла. То есть с правой стороны, с частного сектора, ну и в сторону железнодорожного моста она, то есть вода уходит. То есть на данный момент мы понизили уровень от 80 до метра, то есть воды. Там была проблема подтопления домов по улице Калинина, это в частности дом 24-26. Ну на данный момент еще есть небольшой уровень воды, но уже отпустился он до уровня канав. То есть в канавах видно, что сейчас вода уходит. То есть еще, ну буквально там день и она, вода посойдет. То есть такое большое количество воды, ну это водопропускная труба не справилась с этим объемом воды. А где-нибудь еще есть вот такие вот серьезные проблемы по городу у нас? Ну по городу серьезная проблема была у нас, то есть есть и остается эта улица Некрасово, Чкалово, тот район. Там на данный момент сейчас работы ведутся по откачке. То есть там действительно надо смотреть с водопропускной трубой, там что-то ее как-то нужно чистить, что-то с ней предпринимать, меры. Ну из-за того, что там высокий уровень воды, то есть кто из другой стороны воды, но это остается у нас на летний период, то есть будем что-то предпринимать. Также были обращения у нас улица Энгельса, это 5-й и 7-й дом. Ну на сегодняшний день сейчас освободится техника водоотливная, то есть приедет машина, то есть эту воду мы откачаем, оттуда увезем. Также у нас была проблема на вчерашний день по улице 10-й годовщины. Сегодня был подтоплен двор дома номер 35 по улице 10-й годовщины и двор дома номер 28. Ну на данный момент там проблема была, стекал большой объем воды с железной дороги, то есть мы его немножко тут предотвратили. Ну это все из-за того, что большой объем воды, выпавших осадков, то есть дало такой вот результат. Ну на данный момент двор дома 35, он сейчас сухой, то есть ливневая канализация, которая уходит по улице Октябрьской революции в сторону улицы Ивана Сусанина, далее по улице Островского и уходит во враг. То есть она рабочая, но тоже на вчерашний день не справлялась с таким объемом воды. То есть на данный момент все это уходит, но единственная проблема тоже откачать машиной, то есть тротуар от воды. Все равно сейчас службы работают в усиленном режиме, да, поскольку погодные условия? Да, ну сейчас у нас весь народ был задействован, то есть техника была задействована вчера, то есть и откачивающая техника, и землеройная. То есть выполнялись работы, люди тоже были все задействованы, то есть также привлекались еще дополнительно люди в помощь коммунальной инфраструктуры. На любые звонки в ЕДДС населения вы реагируете? Да, реагируем, конечно. Сейчас мы только что выезжали, то есть человек обратился, что подтоплен у него двор, то есть огород. Но это понятно, что воды много сейчас. Сейчас выясним причину, если он находится в низине, то либо какие-то, посмотрим, прокопать канаву, либо откачивание воды. Ну и соответственно, если упадет уровень, сейчас уходит он в канаве, то есть упадет он и там уровень. Была заявка еще с утра, уже сегодня съездили на переулок Восход, дом 2, тоже там завалена канава. Ну завалена, скорее всего, по причине тоже так же, что люди привозят какие-то строительные материалы, то есть оплывают канавы. Из-за этого причина подтопления тоже двух дворов. То есть на данный момент сейчас люди освободятся, то есть приедем эту канаву, почистим и воду пропустим через трубу. Работы по ликвидации паводка ведутся в усиленном режиме. Непрерывно ведется мониторинг уровня воды в реке. На 6 часов утра было 6-10 на отметке, на 10 часов утра, то есть вода поднялась уже на 20 сантиметров, 6-30 была. На данный момент у нас сейчас закрыто 10 задвижек, всего у нас их 11, сейчас остается не закрыта одна задвижка, которая находится в районе железнодорожного моста, которая стекает с улицы Калинина. То есть там у нее на самом высоком задвижке уровень, у нее по-моему 6 с чем-то метров, то есть на данный момент мы ее мониторим и к обеду сейчас посмотрим, то есть если она уже, вода подошла, то мы ее будем перекрывать. То есть не перекрываем до последнего момента, чтобы вода с частного сектора, то есть с того же вот от переезда с улицы Калинина вода могла еще сейчас стекать. То есть понимая, что при закрытии задвижки, то есть вода будет оставаться вся в городе, то есть либо передливной техникой надо работать, либо пока она позволяет, то есть мы ее держим, то есть наблюдаем за ней.